итак доброго здоровьи уважаемые посетители канала поздоровались с вами классный вышел прикольчик итак мы с вами путешествуем по родным местам лучше всего это родные места и вот я предлагаю вам прокатиться со мной по степям и весям отъезжаем от нашего рынка кстати можно отсюда уехать на море и вы видели на какие моря можно уезжать и останавливаться по улице ворошилова мы движемся мощно движемся к светофору аптеки родные места милое сердце что может быть лучше я здесь родился живу перекресток наш и вот он крест так называемое место в нашем городе который называется крест светофоры сейчас мы повернем и мчимся сломя так сказать голову но тем не менее тем не менее постепи уже вот она наша степь движемся в сторону гундаровки гундаровские казаки казаки упоминается в тихом доне казаки двуручники то есть они брали в обе руки по сабле и как мясорубки врывались в стан неприятеля и крушили его с обеих рук вот это были люди вот это были люди вот здесь я как раз и живу видите какая степь установили ветряки крутятся ветряки степь зеленая редко она такая бывает обычно уже выжигается далее мы с вами подъезжаем смотрите справа мамон какие пивни у мамона вот это да проезжаем аэропорт кстати у нас аэропорт был в каменской шахтинском и так мы уже выскочили за гундаровскую скате вот она знаменита гундаровская церковь храм великолепен виден со всех мест и мы с вами мощно движемся на паром и так мы мощно движемся к парому церквушка видна со всех сторон замечательно подъезжаешь знаете такое строение большое в гундаровке не нет таких вот современных что-то там настроит и она знаете все загораживает собой а там сюда видно и так мы движемся на паром через через леса степь к реке северский донец но речка речка уникальная и так вот он все это направление паром 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 и вот наконец-таки последние мы проезжаем метры перед паромом дожди недавно были дожди все зелено трава прет и наконец-таки вот пару вот смотрите тут разыгрались очень интересные события на этом пароме мы сначала подъехали так не смело но думаем ехать или не ехать остановились и прозвучала команда чего стоишь заезжай увидите рыбак вот этот рыбак скоро покажет нам во всей красе что он тут ловит казалось душу тут можно ловить однако 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 здесь как раз огромная яма ямина видите полно полно кровный полноценный наливной донец здесь как раз недалеко стоят шлюзы слева вот украина ну а справа туда вниз вот наш городишко вот я остановился на паром я остановился на пароме выходим и оглядываемся сказали подъехать поближе чтоб место кому-то и вот начинается наши разговоры я так решил посмотреть что тут такое так вот опытный пират смотрит рассматривает что там чё там вырубился но на паром вот это наш паромщик рассказал нам удивительную историю про рыбаков про то отошел и так сказать снимаю весь этот паром чудо чудо современной техники видите такое вот интересное и вот этот рыбак который был слева больше двадцатки смело что он работает и мы движемся на ту сторону вот такое путешествие замечательное по реке северский донецк по окрестностям паром идет довольно таки быстро вот он этот пират машина сейчас мы упакуемся вот я спрашиваю тут тоже я вода метров восемь это слышите кстати сегодня а сегодня это у нас 15 июня я думаю съездить сюда на рыбалку и порыбачить может мне что-то улыбнется но мне в основном интересует сазан вот мы движемся лебедка тянет тянет лебедка все по-простому все по-нашему по казачьи вот тут как раз уникальные места что касается лоули гундаровка итак мы уже на том берегу и нас еще ждет путешествие по по небольшому тут населенному пункту в котором кстати бои были здесь были ужасные бои а вот сделали дорогу неожиданно зачем куда чего и мы с вами по ней вот промчимся в один конец вот всего лишь навсего смотрите сколько это времени занимает а потом другой конец просто туда сюда кстати вот куда мы подъехали смотрите огромное количество ну я бы не сказал что огромное количество но коровы я столько коров конечно их видел то вообще коров раньше стады коров стады коров ну вот мы подъезжаем к этому населенному пункту и тут их особо разводят или держат эти коровы коровы видите тут под вот сгруппировались в тени под деревьями пасутся ходят туда-сюда коровы бычки телята молодец вернее молодцы те люди которые здесь живут вот в этом вот населенном пункте они на все это так сказать на всю эту нашу жизнь разводят коровы корова дает молоко мясо и конечно шерсть вот шкуру так что очень хороший вид животного с молока тут готовят и сыры и прочее прочее раньше у сестры сестра здесь работала сыроварня была у них потом разорились ну сами разорились из-за того что знаете с деньгами надо управлять вот смотрите какой типаж молодая коровка еще в имени созрела молодая коровка ну все у нее впереди живописная степь тучи небо голубое зеленая трава все зеленое все сочное пройдет пройдет буквально таки недельки две-три вон они в глубине смотрятся терриконы возможно то уже украинская сторона прямо еще один террикон он где вот едем он уже старый там его растаскивали там на шлакоблоки так такая степь раньше здесь скакали половцы сарматы дикая степь была привольная жили люди вольные на конях скакали степь их кормила и ничего там они не копали не это все было понимаете все было нет же надо вот чтобы выкопать что-то сделать что-то там загадить что-то испортить вот эту всю красоту которая их кормила и думают что тут что-то там наберутся ну что поделаешь нет ума у современных людей увы нету ну что вот ветряки наставили там ветряки ну что ветряки электричество да жили без электричества и нормально жили прекрасно жили так где-то мы с вами едем 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 мы едем 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 в далекие края прекрасные соседи ага это мы с вами подъезжаем старая станица населенный пункт и заезжаем на новый мост который построили вот подъезжаем к этому новому мосту раньше это был мост как мне сказали еще во время царя сделано было это все вот арка такая якобы будет подыматься когда будут проходить разного рода там океанские лайнеры у нас тут это никогда этого особого не было то есть моста хватало под завязку ну вот решили такое сделать разобрали в конце концов сделали сейчас на трассе затор развалился мост автомобильный трасса М4 огромная пробища ну а мы вот тут едем вот по этому мостику мосточку проезжаем этот мосточек на бугорочек и вот здесь уже недалеко я живу Дорожечка ровная это как раз вот все было сделано когда строили мост дальше конечно дороги у нас одно название дороги как сказал один мой знакомый говорит у нас не дороги а направление ну вот так вот она и есть вот так вот мы и живем так что я думаю вам понравится прокат по нашим степям